Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании ZipMIL и с вами я, Артур Идиатурин. Ну что ж, ближе к концу недели у нас все-таки рынки перешли в коррекцию. Мы обсуждали с вами этот сценарий в начале недели. Собственно, я туда привел два довода, почему уровень 3700 у нас будет выступать по индексу S&P 500, будет выступать локальным максимумом. Во-первых, слабые данные по рынку труда. Во-вторых, ситуация с коронавирусом, динамика там пока не ослабевает, назревает. Это новые ограничения и под конец недели у нас вот как раз-таки появилась долгожданная, будем так говорить, для медведей на рынке заминка во переговорах по фискальной сделке. Но, собственно, речь сегодня не об этом, речь о евро-долларе, о заседании ЕЦБ, которое прошло вчера в четверг. Значит, очень мало было шансов на то, что центральный банк еврозоны скажет или объявит о чем-то, что может, что позволит евро снизиться, что усилит давление на евро. Если вы помните, в ноябре ЕЦБ напугал рынки своим заявлением. Он сообщил, что в декабре он будет полностью пересматривать политику, точнее, будет рекалибровка всех инструментов политики. Сразу возникли слухи, что будет увеличение КУЕ, будет снижение ставки по депозитам, то есть какие-то масштабные меры ЕЦБ будет предпринимать в декабре. Но затем последовательно разные представители ЕЦБ, вот, получается, весь ноябрь, они потихонечку корректировали ожидания рынков, ожидания в евро, в бандах еврозоны. Что масштаб смягчения будет не таким, как изначально планировалось в ноябре, потому что локдаун, эффект от локдаунов оказался не такой сильный. И вот, действительно, вчера мы, собственно, получаем свидание ЕЦБ, на котором становится понятно, что никакого КУЕ расширения программы количественного смягчения не будет. ЕЦБ просто увеличивает так называемую пандемическую программу скупки активов, поднимает лимит этой программы. Ну, то есть поднятие лимита, это совершенно не означает, что будет увеличение покупок и так далее. Просто, если придется покупать, собственно, скупать какие-то плохие токсичные активы с рынка, можно будет купить больше. Вот, собственно, об этом вчера было заявление. И второй момент по заявлению, это то, что ЕЦБ увеличивает программу льготного финансирования для банков, которые имеют хорошие кредитные портфели. В общем, для евро это очень, это небольшие, на самом деле, изменения в политике. Естественно, они не могут произвести впечатление на валютный рынок, на банды, не могут евро ослабить. Поэтому, собственно, так как ЕЦБ не оправдал ожидания медведей, произошла корректировка ожиданий. Мы можем видеть вот здесь, на этом промежутке, на этом отрезке, собственно, реакцию евро-доллара. Эта реакция повышательно видно, что евро-доллар у нас скопнул вверх. Это как раз-таки произошло на заседании ЕЦБ. Что еще? Очень много вопросов было к ЕЦБ по поводу того, что евро уже вырос выше 1.20, он уже растет, евро становится дорогим. Как же, что же делать с экспортом? Да, потому что экспортерам вредит дорогой евро. Но вчера вот ЕЦБ делался такой дежурный фразой, он заявил, что, ну да, как бы мы мониторим, получается, мониторим обменный курс евро, да, и все, и на этом все. То есть ожидалось, что он там скажет, да, мы будем предпринимать какие-то меры по сдерживанию курса. Ну, хотя бы он мигнет на это. Ничего этого не произошло. Это означает, что ЕЦБ считает текущий курс евро, в том числе по отношению к евро-доллару, справедливым. Ничего сверхспекулятивного сейчас в евро-долларе нет, ЕЦБ так считает, поэтому нет необходимости сдерживать курс евро. Это также положительный сигнал для евро, потому что потенциальный барьер в виде того, что центральный банк будет препятствовать росту валюты, этот барьер исчезает. И ЕЦБ как бы дал нам об этом понять. Значит, сегодняшняя коррекция на фондовых рынках, которая также потянула доллар вверх, которая обрушила в том числе евро-доллар, на мой взгляд, она еще не завершена. То есть будет еще снижение на фондовых рынках. Но по евро-доллару я бы присматривался к среднесрочным именно покупкам, не продажам, а именно покупкам. Потому что у нас сейчас коррекционное движение, которое мы наблюдаем, оно вызвано, естественно, риск офф, из-за недостатка позитива на рынке, из-за оттоков инвесторов с европейских фондов, ну то есть фондов, которые представляют собой европейские активы. Вот, отток, значит, инвесторов с этих фондов, он спровоцировал давление на европейскую валюту. Но это явление на самом деле приходящее, это коррекция приходящая. Почему? Потому что просто сейчас образовался некоторый вакуум, вот именно вот, будем так говорить, в позитиве. Да, нет позитивных новостей сейчас, которые могли бы поддержать дальнейший рост рынка. У нас вчера спикер палаты представителей Нэнси Пелоси о чем он заявил, она сказала, что возможно переговоры, фискальная сделка, вот весь этот процесс, он затянется и вот захватит некоторый период после Рождества. То есть там уже будет одобрение вот этой сделки фискальной, там уже будет принято решение, сколько правительство США займет опять, сколько оно направит в экономику США. Все это будет происходить уже после, после получается Рождества. Вот сейчас у нас образуется некоторый вакуум до Рождества рынки. которые, естественно, не могли не воспользоваться, продавцы не могли не воспользоваться этой возможностью, поэтому они увеличили это давление. И можно видеть на самом деле, что можно дождаться скидки по евро. Почему? Потому что вот здесь у нас был, по сути, тест очень важного максимума, да, нового максимума за несколько лет. Вот здесь произошла основная коррекция, причем вялая. Но здесь мы не увидели вот сейчас второго теста этого уровня. То есть мы не увидели конкретного расчисленного похода вверх. Да, были вот какие-то покупки, но пока вот здесь у нас образовалось вот это расстояние, не было вот этого теста уровня. То есть пока планов немедленно идти вверх, продолжать рост у нас нет. Поэтому, собственно, я считаю, что будет у нас вот это движение, оно еще по инерции будет продолжаться, ну, по крайней мере, да, вот до уровня 1.280, может быть, даже ниже. Возможно, вот стоит рассматривать покупки чуть ниже этого уровня за скользящий 100-часовой средний. Вот здесь получается ниже уровня 1.21. Можно вот подбирать, рассчитывая на средний срок по евро-доллару, ставить, рассчитывать на стоп-лосс, конечно же, это уровень 1.22, 1.20 и так далее, да. И, как бы, потенциальную прибыль по сделке рассчитывать, откладывать на уровне 1.22, 1.23 и выше. Поэтому соотношение риск-доходность в этой сделке получается хорошим. Ну, вот, собственно, вставать в покупки, возможно, имеет, я думаю, имеет смысл, но стоит дождаться уровней чуть-чуть пониже. Это обусловлено тем, что отсутствие второго этого теста уверенного говорит о том, что пока покупатели не собираются бросать вызов вот здесь продавцам, вот здесь сопротивление, которое скопилось, пока не собираются. Пока евро-доллар поболтается в диапазоне, либо будет этот тест этого уровня, либо получается с этих уровней подбирать, либо вот с этой зоны рассчитывая наверх. Но, в целом, среднесрочный прогноз по евро-доллару остается позитивным, как раз-таки, потому что образуется по итогам прошедшего заседания ЕЦБ еще больший дисбаланс в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ. ФРС продолжает у нас сдерживать ставки, говорит, что очень долго бы сдерживать ставки. По ЕЦБ мы последовательно видим, что не собираются они дальше как-то сильно проводить какое-то смягчение, и это именно вызывает дисбаланс в монетарной политике, который является сейчас очень важным фактором для того, что евро будет расти против добра, на мой взгляд. А вот такая вот ситуация сейчас обстоит по евро-доллару. Если у вас остались какие-то вопросы или есть какие-то дельные комментарии по этому поводу, не стесняйтесь их задавать под видео. Если вам понравилось это видео или вы считаете его полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. А на этом у меня все. Я завершаю свой обзор. Всего доброго. Вторгуйте в профит. Продолжение следует...